Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Озаровский, я вас приветствую сегодня в городе Крохтианапа, Ссуко. Давно у нас не было этого места на обзоре, все потому что YouTube перестал оплатить бабла и с финансами становится гораздо тяжелее, приходится где-то что-то подрабатывать, зарабатывать. В общем, друзья, Ссуко для вас от меня. Хочу предложить еще Голубицкую. Если у вас есть желание, вы можете задонатить, поддержать по номеру телефона с любой картой, перевод будет без комиссии. И напишите, что на поездку в Голубицкую, то есть ездим на Зовское море, посмотрим как там. Сейчас, пока у нас дуют ежики, там должно быть гладкое, чистое, красивое море, так что, друзья, если есть возможность, поддержите. Но сегодня Ссуко и я вам расскажу сейчас, как сюда добраться и что можно по пути посмотреть, а потом расскажу уже о том, что здесь происходит. По пути в Ссуко есть такое местечко просто шикарное. Храм Варвары и рядышком с ним находится святой источник, который вам сейчас хочу показать. Здесь очень хорошая водичка. Всегда, когда сюда приезжаю, останавливаюсь, чтобы умыться и попить ее. Выглядит это место вот так вот. Неиссякаемый источник там бежит. Так что, обязательно, проезжая в Ссуко, остановитесь и попробуйте водичку. Добраться до Ссуко вы можете на личном автотранспорте, такси, либо 109 маршрутка. Причем в Ссуко есть несколько достопримечательностей. Одно из них Кипарисовое озеро, второе это, конечно же, Большой Утрещ. Потому что придется проезжать через Ссуко. Так смотрите, маршрутка входит одна до Большого Утреща, а вторая входит уже до Кипарисового озера. На маршрутках обычно подписано. Вы, если что, уточните и спросите, куда едет данный маршрут. Стоимость проезда была 54 рубля. Местные жители, поправьте меня, если сейчас она изменилась. Я еду на своей машине. Смотрите, вот эта система водоочистки ЖК Анаполис, которую мы проезжаем. Место называется Варваровская щель. Обидно, что был хороший пуск к морю. Теперь вот ЖК Анаполис после водоочистки воду сбрасывает в эту реку. Там сделана небольшая такая заводь, и там мутненькая водичка стоит, и с соответствующим ароматом. То есть, получается, люди, которые здесь отдыхают, покупают квартиры, идут, купаются и купаются, ну, в сточных своих водах, да. Как бы печально. Могу ошибаться. Лично мое мнение, то, что мне там говорили, да мы там провели канализацию куда-то там, я не видел. Я то, что видел, там даже туалет есть один, прям в реку можно сходить. Ну, а это памятник Калинину. Сильное место, обязательно к помещению. Здесь был десант Калинина, который высаживался и освобождал наши земли. Это Шингари называется, база отдыха. Это все по пути в Суко встречается. Здесь вот можно остановиться и сходить в море, там очень красивые виды. На самом деле, несмотря на все вот это буйство, убийство экологии. Перед самым спуском в Суко есть вот такая вот парковочка, на которую мы заезжаем, и вам советую это делать тоже в обязательно в порядке. Такой прикольный футрак здесь стоит, и придется пройти несколько шагов до беседочки. Это для тех, кто едет на машине, такие остановки, они, честно, того стоят, чтобы их совершать. Во-первых, здесь можно сделать сумасшедшие фотографии. Сегодня, правда, у нас дует южак, на море будет шторм. Ну, от этого вода, посмотрите, какого прекрасного лазурного цвета, и, честно, не особо холодно. Плюс 16, правда, у нас всего, но в виде завораживающие, друзья. А также можно совершить пеший маршрут. Я ходил неоднократно через горы и спуститься туда, на пляж Суко. Это если вы, допустим, совершаете пешую прогулку, которую у нас из Анапы по берегу, также возможно туда, в Суко, даже большого... Мы уезжаем в Саун-Суко. Здесь с левой стороны есть парковочка платная. Я летом, когда приезжаю, всегда ставлю машину здесь, потому что в других местах найти парковочные места очень сложно. Ну, сейчас, вот видите, здесь свободные зоны, можно припарковаться и уже пойти прогуляться. Итак, могу посоветовать. Старый хутор, кафе, очень вкусная еда, ел здесь неоднократно. Он этого фри пробовал, там баклажанчики были очень вкусные, интересные. Здесь я могу отметить, что появляются новые аттракциончики, то есть больше будет развлечений для детей. Это у нас сейчас на календаре всего лишь 21.05.2022 год. Вот тут, допустим, по 130 рублей литр, друзья, продают сейчас пивасик. Дорого-дешево пишите, туда дальше вещи работают, и туда есть еще кафешечка, которую мои подписчики также хвалили. Пойдем посмотрим, почем пирожки. День добрый, мне ценники интересуют. Скажите, почем пирожки? Партошка 50, картошка 50, яйцо с люком 50, печенька 70. Понял, а белеши? 70. А чебуреки есть? Ну, цену скажите, если есть просто. Спасибо большое, хорошая работа. Вот такие цены, то есть я бы не сказал, что они сильно изменились. Это вот возле кафе Старый хутор. Здесь ценники, где рекомендовал вам грущащие баклажаны, все хорошо видны, пусть дорого-дешево пишите, магазинчики все работают. Можно посмотреть, почему мороженки у нас. Почему вот самая вкусная коровка из кореновки пломбир? 75. Хорошая цена, спасибо. Магазинчики работают. А мясо в какую цену у вас? Ну, шея свинина, самая популярная. 330. Вообще дешево что-то. Спасибо. Вот такие цены в Суко перед пляжем, друзья. То есть у нас везде там уже ценник гораздо выше на мясо, там 400 плюс. Здесь 330. Стояло колесо обозрения. Его больше нету. И мы поворачиваем на проход к морю. Слушайте, я ожидал, что больше будет ролетов открыто. И мне сейчас интересно вообще, как здесь переформатировалась территория. Здесь самая дешевая водичка. Покупаю всегда, когда здесь бываю. Особенно по лету. По жаре здесь стоял рыночек. Его поосносили. С левой стороны пока еще ничего не открыли. И поставили за борт. То есть я думал, снесут сделать свободные территории, проходы, так говорится, для людей, что было все хорошо. Но, как видите, вот как есть. На работу в летний кафе требуется повар, официант. Пожалуйста, уже набор идет персонала. То есть просто городили забором, забрали территорию себе. Ну, в общем, не для людей. Здесь аптека пока не работает. Здесь тоже закрывают территорию. Что-то как-то странно. Кого-то смогли снести, кого-то не смогли снести. Здесь весь курортный ассортимент уже продается. Все работает. Ой, даже первые кафешечки. Оазис запущено. Ценников пока нету. К большому сожалению, но вот эти вот лепешечки прям очень вкусные, которые с зеленью продаются. Клубника. О-о-о. А почем клубника? 150-200. Это золоточка. А помидоры и огурцы? Огурцы 100 рублей, помидоры 200 рублей. Спасибо большое. Вот такие сейчас цены у нас. Я бы не сказал, что сильно там дорого, гонут ценник. То есть, в принципе, с рынком везде можно сравнить. Я видел цену и гораздо больше, даже в Краснодаре, например. Хаги-ваги. Любимые ручки моей дочери, только у нее поменьше, слава богу. Она с ней везде ходит, разговаривает. Блин, прикольно. Какие были у вас герои в детстве? Друзья, напишите, какие сейчас у наших детей. Как подрывают вообще сознание. Здравствуйте. О, а можно спросить, скажите, а вообще вот ценник на весь курортный ассортимент сильно поднялся или нет? В основном не поднялся, а поднялась продукция фирмы Intex. Почему? Плавательная, не знаю, в связи с ростом доллара. Так у нас уже 57 долларов в банке, то есть по 55 продавать будут. Да, но они это аргументируют с доставкой, логистикой. То есть, логистика у дорожания из-за этого произошла. Да, Intex не дешевеет маски, струбки, ласты. Понял. Спасибо большое. Хорошей работы. Вот так вот, ребята, по ценникам. Здесь пока больше ничего еще не запускается. Так, голых рядов работает, в принципе, много. То есть, возможно, у нас по улице Светлой столько нету, сколько здесь уже запускалось точек. Вот смотрите, тоже было кафе с забором, его закрыли. Смотрим, сладости разнообразные. Чучхелы. Есть хорошая новость, что как минимум не снесли Эдем, и у меня есть все-таки шанс попробовать там комплексный обед как-нибудь. Я разбогатею, докоплю, буду копить. Обе всегда сходим попробовать. Но они пока еще нет, даже пытаются открываться. Винный маркет закрыт. Бродвей. По-моему, готовится к открытию. Тоже такое популярное место. Вот, кстати, вот шампуры. 250 рублей. Значит, дешево купил. Всякие сувенирчики разнообразные. Магнитики подпитные. По 30-35-150. И черепашки. Курочка за 200 рублей. Пожалуйста, друзья. Ну и дальше мы уже видим отсюда море. Кого я здесь нашел? Привет! О, один испугался. Тут второе. нежица готов. Гладь меня полностью. Кыска. Ой, здесь еще едва. Убежай. Тут куча тарелочек. То есть, они явно не голодают, а кто-то уже даже переел и тащится. Такая красота, друзья мои. Мяу. Привет. И тебя идем погладим. Очень лапочка, лапочка. Радостная новость в том, что этот не будет основным проходом. И здесь пока еще все осталось. То есть, не перекрыли проход для людей. Это не может не радовать. Ставим однозначный лайк. Всю длину скамеечка. На слева стороне не работает ни один рулет. И вот он, квадрик заходит в вертолет. Лада. Над нами. Здесь у нас в правой стороне военный пансионат. Мирного неба всем, друзья, нам в голову. Самое важное. Что, мы дошли. Это место называется Пляж Суко. Здесь благодарность Министерству обороны, что они все-таки разрешили проходчик за их территорию. Сделали туда направо пропускные пункты. И я вас рад приветствовать. Не забывайте лайк, друзья, подписка. И мы идем на пляж с вами. На пляжике у нас пока еще все готовится. Но пляж, мне уже сказали, что чистый, убранный и все выглядит просто. Практически готовым. Вот мы можем увидеть, что тут парень пытается собирать как раз-таки мусор. Штормовой весь убран. И вся территория у нас приводится в порядок. Самое, знаете, почему я засмеялся? Ну, то, что здесь имеется один отдыхающий. Мужик, да ты просто, ну, я не знаю, как это прокомментировать. Капитальный красавчик. Поздравляем тебя с открытием сезона. Это весь его пляж. Просто бомба. Крутота. Там есть у нас еще немножко штормовый мусор. И вот только свежий, как говорится, выборышный. А так пляж. Помните, когда мы приходили, он здесь завален, был деревьями. Сейчас выглядит, ну, готовым к тому, чтобы вы на него приходили, отдыхали и получали максимум удовольствия от проведенного времена здесь. Так, здесь подготавливаются зоны для отдыха. Друзья, смотрите, бело-голубые тона. Это будет новый туалет. В Суко его обещают доделать буквально в ближайшие дни. Здесь будут душевые кабинки. Это женское отделение. То есть, места очень много. Канализация. Канализация уходит не в море. И с этой стороны будут пищуары и мужское отделение. Вот такая вот радость. То есть, хороший добротный туалет. Старый, который был, будет убираться и увозиться отсюда. То есть, смотрите, какая красота. Это изменение не может не радовать нас, друзья. Добираемся до речки. Обещают восстановить, друзья, мостик. То есть, сейчас шторма закончится и можно будет сюда приходить уже отдыхать и променады совершать, не намочив ног. Вот так вот выглядит сейчас речка Суко. Дай бог, чтобы она всегда была такая чистая, прозрачная. Помню, один раз мы пришли, тут очень много змеек было. Клевеньких таких, мы их всех Василиями назвали. Они не ядовитые, это наши лжи. Сейчас вода, видите, прозрачная и река такая более спокойная, что ли. И целая семья, смотрите, отдыхает с этой стороны на пляжике. Это тоже очень хорошо. Когда восстановят мостики, я вам всем, ребят, советую, прям поднимайтесь наверх. Там шикарные виды обзорные и сможете увидеть все лучше, чем с квадрокоптера. Здесь установят элементы развлечения. Мы видим, что уже готовят их. Здесь будет горочка водяная. Ну и также мы в прошлом году показывали вам в прямом эфире, какие есть маршруты. То есть можно сесть на лодочку с дельфинчиками, покупаться дальше в открытом море. В общем, интересные варианты для времяпровождения. Ребят, только что мужчина, который загорал, он еще и искупался в море. Правда, на карачках выползал. Я бы не советовал сейчас-то в такую погоду купаться. Это прям дюже опасно. Мужчина только что искупался. Его еще попросили сверху наберегивать нам водички. И он такой пошел врываться в море. Смотрите, волны держат. Просто капитальный красавчик. Блин, ну я бы не рисковал. Потому что очень опасно. Вода, в принципе, 17 с лишним градусов, довольно-таки комфортная. Но опасность для жизни просто невероятная. Самое опасное, что может прилететь какой-нибудь камушек. В общем, берегите себя. Волнение в море. Если вы не подготовлены, не стоит лезть. Но мужчина, походу, готов. И я думаю, что надо остаться наедине с морем, чтобы получить удовольствие от всех моментов, которые здесь происходят. Шикарно. Ранее была единая набережная. Можно было прогуляться. Скидывали фото 2007 года. Сейчас отделили его забором. Лагерь смена. Забрал себе территорию и набережной. Здесь теперь получается, вот в этих местах, до вот этих вот навесов, располагаются детские разные оздоровительные учреждения. Туда лагерь смена. Туда дальше уходят дикие пляжи. А если обойти эту гору, можно выйти на один из секретных пляжей. Здесь, в этом месте, можно получить, так сказать, все услуги от города. Потому что это идет муниципальный пляж. Вот именно от этих навесов. А эта территория к нему уже не относится. Это чтобы вы знали, где что и как расположено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... время показывает то что я был прав то что штор такие вещи делать не надо всем желаю хорошего настроения великолепных эмоций температура воздуха 17,5 температура моря 17,1 но сейчас это не важно что такое море купаться я вам не рекомендую с вами был юрий озаровский не забывайте подписаться поставить лайк я вам тоже ставлю от души лайк и жду вас в комментариях увидимся с вами в следующем видео сюжете а сейчас море не прощаемся а 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 и а и Продолжение следует...